Друзья, доброе время суток, на связи как всегда Клауд Гео, сегодня мы будем говорить о проекте Драгонари, вы задавали мне много вопросов как в личку, так и в комментариях под видео, и многие из вас думают, что это достаточно перспективный проект, который вот-вот стрельнет, и я вас понимаю, но также в этом проекте очень много подводных камней, которые нужно сегодня будет разобрать. А перед тем, как мы начнем по традиции, рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, тут я даю намного больше информации по поводу NFT, записываю эксклюзивные видео по разбору каких-то проектов, также здесь вы можете синхронизировать свой гугл календарь на всю неделю, и он автоматически будет вам напоминать о всех новых дропах, в общем, если вы сидите в каких-то NFT проектах или в блокчейн проектах, этот телеграм-канал будет вам очень полезен, подпишитесь на него, ссылка находится в описании к данному ролику. Первое, что хочется сказать, что данный проект совмещает в себя некоторые другие игры, очень похож он на Axe Infinity, очень похож он на Splinterlands и очень похож он, как бы странно это ни звучало, на Raid Shadow Legends. Я думаю, вы слышали о всех этих проектах, и вот в Dragonair совмещено абсолютно все. После того, как я изучил документацию, я понял, что здесь что-то взято от Splinterlands, что-то взято от Axe Infinity и что-то взято от Raid Shadow Legends. И давайте поговорим сначала вообще о концепции игры и что нам нужно в ней делать. Как мы можем понять из названия, этот проект про драконов. Этих драконов нам здесь нужно будет выводить, делать новых драконов из яиц, прокачивать их, входить в PvP, в PvE, ходить в подземелья, выполнять какие-то миссии или сюжетные задания. И этим он очень сильно похож на Axe Infinity. А на Raid Shadow Legends он очень похож своей боевкой. Как пишут разработчики, здесь используется полуавтоматическая система сражений. Это означает, что все базовые атаки ваших драконов будут проходить в автоматическом режиме, а вы можете пользоваться только какими-то определенными навыками. То есть какой-то скилл есть у дракона, вы можете его взять и навести на противника своего, тем самым вы его ударите. Ну и из Splinterlands здесь, как мне кажется, взята система вознаграждений, о ней мы поговорим чуть позже. Также нужно сказать, что для того, чтобы играть, вам нужно скачать данную игру на Windows, Android или macOS, и вы просто не сможете играть, если вы этого не сделаете. Из плюсов здесь очень простая регистрация, вам нужно просто авторизоваться через свой Google кошелек в специальном кошельке, который создан для данного проекта. Дальше вы скачиваете просто игру и вы можете играть без вложений. То есть, да, это игра без вложений, в которой якобы в теории можно будет заработать, но тут нужно разбираться, ребят, потому что многие из вас думают, что эта игра стрельнет и принесет вам миллионы. Но когда я изучил документацию, к сожалению, я расстроился, потому что все не так радужно, как мы себе представляем. Давайте разбираться. Давайте сейчас я вам покажу вообще геймплей данной игры, покажу ее клиент, что куда тыкать и как воевать. Итак, вот я зашел в клиент игры, я его скачал для Windows, и перед тем, как войти, вас попросят создать вам кошелек. Для этого нужно будет просто авторизоваться через Google аккаунт, и он автоматически создастся, после чего вас перекинет снова в клиент игры. Таким образом, ваш кошелек и клиент игры синхронизируются между собой, и все у вас должно поучиться. Дальше, что я рекомендую сделать, это отключить музыку и звуки, потому что здесь они достаточно противные. Видим здесь, что достаточно простенький интерфейс, и здесь у нас есть какая-то энергия, токен проекта, и наша учетная запись. Давайте сразу поговорим об этом. Здесь есть драконы разных видов, разного раритета. Обычные, необычные, рарные, эпические, легендарные, мифические. И в зависимости от того, какой у вас будет дракон, и какое количество, к вашей учетной записи будет присваиваться определенный статус. К примеру, у меня статус моего аккаунта обычный. Если бы у меня было три необычных дракона, статус аккаунта был бы необычный, и так далее. Чем лучше у вас статус вашего аккаунта, тем больше вы здесь можете зарабатывать, и в принципе в этом и состоит суть игры. Вам нужно будет прокачивать, улучшать драконов, получать их из яиц, выращивать их и повышать их редкость. Чем лучше редкость, чем сильнее ваши драконы, тем больше вы здесь сможете зарабатывать. Мы здесь видим всякие окошки, карточки, миссии, кейв. Видим, что арена и маркетплейс еще недоступны. Маркетплейс здесь будет 20 августа, когда вы сможете продавать драконов и покупать драконов. Но это не самое главное, ребят. Значит, первое, что нужно понимать, что нам нужно пройти всю сюжетную линию. Вот, мы заходим в стори, и здесь я уже попроходил. У меня драконы седьмого уровня. Для того, чтобы открылись подземелья, нужно пройти полностью всю сюжетную линию. Но это не так просто, как вам кажется. И вам придется некоторые миссии проходить по нескольку раз, чтобы ваши драконы прокачались, стали сильнее. И только тогда вы сможете пройти какую-то следующую миссию. Давайте, к примеру, откроем какую-то миссию, посмотрим вообще, как здесь проходят бои. Я чуть подробнее вам об этом расскажу. И, конечно же, мы позже поговорим про заработок. Когда вы начнете, ваши драконы будут иметь другой вид. Я сразу поставлю скорость x2. И вот он сам, тот полуавтоматический режим а-ля Raid Shadow Legends. То есть, вы видите, что драконы воюют сами, но мы можем использовать какие-то способности. Допустим, это способность дракона-танка, способность дракона, который наносит урон. И способность дракона, который лечит. И тут таких способностей множество. Тут, по-моему, семь видов различных драконов. Кто-то наносит урон, кто-то танкует, кто-то еще что-то делает. В общем, не суть. Видим, что после каждой волны монстров мы получаем опыт, забираем его и идем дальше. И у нас здесь будет 3-5 волн, в зависимости от миссии. Чем сложнее миссия, соответственно, тем больше будет здесь волн. Можно также поставить полностью на автоматический режим. И драконы сами будут применять все свои способности. Рекомендую так делать. Потому что, ну, после второй и третьей миссии, это все достаточно сильно надоедает. И уже неинтересно тыкать одни и те же кнопочки. Итак, как мы здесь можем заработать? Это большой вопрос. Многие ребята думают, что здесь это будет сделать очень просто. Сейчас мы об этом поговорим. После того, как вы прокачаете своих... Давайте я отсюда выйду. После того, как вы прокачаете своих драконов, вы сможете выполнять миссии. И мы видим, что у нас здесь есть определенное количество энергии. Она нам понадобится для того, чтобы выполнять эти миссии. Мы заходим в Эмберс. И мы здесь видим, что за выполнение этой миссии на легком режиме мы можем получить... Фаер Спаркс, Обсидиан и Опыт. Вот, нам нужно обратить внимание на вот этот вот Обсидиан. Потому что чуть позже я расскажу, как с помощью него можно зарабатывать. Эти миссии проходить не так просто. И несмотря на то, что у меня сейчас драконы уже, по-моему, седьмого или восьмого уровня, у меня нет возможности пройти эту миссию. Потому что я просто проигрываю. Потому что достаточно сильные здесь монстры, против которых я дерусь. Поэтому имейте ввиду, что больших драконов здесь нужно будет очень долго прокачивать. Для того, чтобы получать хоть какие-то предметы из этих миссий. Итак, я не буду как-то останавливаться на том, какие еще функции есть в игре. Какие там есть режимы. И как там можно выращивать драконов. Потому что, если вам понравится данный проект, я думаю, вы сами в этом разберетесь. Там абсолютно ничего сложного нет. Все интуитивно понятно. И можно даже ничего толком не читать. Можно просто зайти в клиент игры. Перейти в фарм или в выращивание драконов. И все будет и так понятно. Вопрос здесь больше состоит в том, как мы здесь сможем зарабатывать. Значит, для того, чтобы нам зарабатывать, нам нужно будет майнить токен Сид. Это токен данного проекта. Цену этого токена я покажу чуть позже. Но давайте теперь поговорим. Помните, я вам рассказывал, что к учетной записи присваивается определенный статус. Так вот, этот статус и будет влиять на ваш заработок. И как мы видим, если у нас редкость аккаунта общий, то процент заработка у нас будет всего полтора. Если необычный, то два. Если редкий, то десять. И так далее. Я понимаю, что сейчас это достаточно сложно. Непонятно вам. Но давайте постараюсь вам объяснить. Значит, в чем суть? К вашему аккаунту присваивается определенный статус. После этого вам нужно фармить обсидиан. Это тот ресурс, который я вам показывал, который можно добывать в миссиях. И когда вы получите 100% обсидиана. Для каждой учетной записи, я так понимаю, это количество обсидиана разное. Нужно, в общем, сделать так, чтобы вы накопили 100% обсидиана. И после этого в пул будет выбрасываться определенное количество токенов в Сид. И в зависимости от вашего аккаунта, это все будет распределяться на всех игроков. То есть, допустим, выкидывается токенов Сид на 1 миллион. На 1 миллион. И из этого миллиона 1,5% будет распределено между всеми аккаунтами с редкостью общей. Еще раз. Вы купите обсидиан. Это вам дает возможность получить деньги из общего пула. После этого в пул поступают какое-то количество денег в токенах Сид. И эти токены Сид будут распределяться в соответствии этому процентажу. 1,5% будет не вам начисляться, не конкретно вашему аккаунту. А 1,5% будет выделено на абсолютно все аккаунты со статусом общий. И, соответственно, эти 1,5% будут поделены между ними. Точно так же это будет происходить со всеми аккаунтами. Я понимаю, что достаточно сложная и непонятная схема. Но я надеюсь, что вы меня поняли. Именно поэтому я говорил, что данный проект немножко похож на Splinterlands. А именно на начисление токена SPC. Если в Splinterlands у нас есть какие-то активы. И просто из пула нам начисляются эти активы в токене SPC. То тут происходит все то же самое. Только во внимание берется еще редкость вашего аккаунта. И для того, чтобы претендовать на получение этой прибыли, этих токенов. Вам нужно накопить 100% обсидиана. А теперь вопрос. Как много вы сможете здесь заработать? И сколько вам нужно будет потратить времени для того, чтобы хотя бы сделать необычный аккаунт или редкий? И сколько вам нужно будет прокачивать героев? Сколько вам каждый день нужно будет выполнять миссии, чтобы получить 100 обсидиана? Чтобы получить неизвестное количество прибыли? Потому что в пул токены СИД будут выходить в рандомном количестве. Один день это может быть 10 тысяч токенов СИД. Один день это может быть 20 токенов СИД. То есть прибыль здесь посчитать будет невозможно. Но как мне кажется, вам нужно будет потратить очень много времени для того, чтобы прокачать героев. Каждый день вам нужно будет выполнять миссии, чтобы получить обсидиан. И все это дело очень похоже на жесткий гринд. Я не знаю, можно ли здесь как-то нормально зарабатывать. Но на первый взгляд все выглядит не очень приятно, не очень хорошо. Но справедливости ради стоит сказать, что большую часть токенов вы сможете получить именно таким образом. И на это выделили огромное количество от общего процентажа токенов. А именно 75%. То получается 750 миллионов токенов. Это очень большое количество. И что мне еще больше нравится, то что разработчики взяли всего 5% себе. И они сделали, что это все им будет начисляться аж 10 лет. Если обычно разработчики делают так, что какие-то токены проектом начисляются им в течение 2-3 лет. То тут аж 10 лет. Это означает то, что разработчики уверены в своем проекте. Они верят своим игрокам. И уверены в том, что они делают. А это многих пользователей сильно цепляет. Также еще раз повторюсь, что я целенаправленно не рассказывал про более тонкие нюансы данного проекта. Если он вас заинтересует, вы разберетесь абсолютно точно. Потому что здесь разберется даже школьник. Я просто хочу сказать, что вам нужно достаточно много времени, как мне кажется, для того, чтобы прокачать своих драконов и хоть как-то начать здесь зарабатывать. Давайте я еще раз скажу, что вам нужно будет сделать, для того, чтобы зарабатывать в данном проекте. Первое, это скачать игру, сделать аккаунт, синхронизировать это все. Второе, это прокачать ваших драконов, чтобы вы могли выполнять хотя бы миссию на легком режиме, чтобы уже какое-то количество обсидиана вы могли получать. Второе, вам нужно будет заполнять полосочку этого обсидиана, чтобы она была у вас 100%. И только тогда вы будете претендовать на какое-то количество прибыли для статуса вашего аккаунта. То есть, если у вас аккаунт самый обычный, общий, то это будет 1,5% распределения на абсолютно все аккаунты. Еще раз, не 1,5% лично вам, а 1,5% на все аккаунты с таким же статусом в этой игре. Давайте подведем некоторые выводы и дадим какой-то вердикт данному проекту. Проект достаточно интересен и достаточно необычен. Мне очень нравится подход разработчиков к данному проекту, а также то, что здесь огромное количество токенов нужно будет добывать во внутриигровом режиме. Также 20 числа здесь стартует маркетплейс и это будет интересно посмотреть. Возможно, я запишу еще одно видео по этому поводу. И может быть здесь мы сможем зарабатывать не просто на майнинге токена СИД, а просто на том, что мы будем брать драконов, прокачивать их и продавать на маркетплейсе. Возможно, это тоже будет работать и получаться. Но, как мне кажется, если мы хотим именно майнить токен СИД, нам потребуется на это достаточно много времени и мы не сможем посчитать какое-то количество прибыли, которое мы сможем собрать с этого проекта. Поэтому я лично заходить в этот проект для майнинга токена СИД на данный момент не буду, потому что считаю, что мое время дороже, слишком много здесь нужно всего делать. Но, если вам нравится подобного рода игры и жанр подобного рода игр, то однозначно вам стоит зайти, тем более, что данную игру можно скачать и на андроид, и точно так же с телефона, в принципе, особо не напрягаясь, можно будет прокачивать своих драконов. Также я хочу вам порекомендовать прочитать еще раз всю документацию самим, и, возможно, вы сделаете какие-то другие выводы для себя и скажете, Гео, ты был не прав. На самом деле здесь все по-другому и здесь все круто. И, возможно, я с вами даже соглашусь, если вы действительно расскажете мне что-то интересное, чего я мог не узнать или что я мог упустить. Пишите, что вы думаете о данном проекте. Я буду заканчивать. На связи был Клауд Гео. Всем удачи, всем профита, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok